Вы видите, какие сегодня идут аномальные такие процессы, когда, как мне докладывают специалисты, что когда была диканевка и дождь, который был неделю назад, то осадка выпала за 20 минут больше в два раза, чем была вся диканевка. Но опять-таки наши псевдо-журналисты рассказывают, что в Харькове произошел потоп. Они, наверное, не видели, что такое Прага, что такое Словакия, что такое Германия, где люди, наоборот, протягивают друг другу руку помощи и хотят навести в этом деле порядок. Никто даже не интересуется, насколько это тяжело убрать после такого ливня. Вот просто, да. Самое главное, чтобы показать тот негатив, что там трамвай с рельса шел или еще что-либо, или землю намыло. Да мы это знаем без вас, поверьте мне, да. Если вы патриоты города, любите город, вы любите телекамеру, вы любите микрофон, вы любите писать, иногда оставьте телекамеру, возьмите лопатку, перчаточки, шапочку, поработайте вместе с нами, и у вас все получится, я уверен. И снимите себя друг друга. И очень интересно было бы на это посмотреть, насколько вас хватит, да. По такой же реку, к примеру, потом убирать или дерево распилить, которое упало. Поэтому я считаю, что все предложения, которые депутаты, не депутаты, харьковчане высказывают, конструктивные, своевременные, мы их берем в работу и работаем в этом направлении. Есть трудности. Никто их не отрицает, эти трудности. Мы должны все четко понять, что вот, к примеру, сидит Каринька Иван Васильевич, он может вам сказать, в каком состоянии находятся коммуникации. Рукой берешь трубу, она превращается в пепел. В пепел. Ее никто не трогал 70 лет, 60 лет. Коммуникации закладывались, а никогда не думали, что такие осадки выпадать будут. Сечение коммуникации таковое, что она не пропустит ни один поток. Есть проблемы. На Гагарина, к примеру, когда был дождь, вы знаете, что на одном отрезке положен второй слой, окончательный шар асфальта. На одном нет, подготовка была. Соответственно, ливневка была выше, чем слой асфальта, и произошло то, что произошло, что ливневка не сработала. Будет выровнен асфальт, будет работать по-другому ливневка. Но мы должны это понимать, что это трудности, это временные трудности. Но я могу сказать, что ликвидация последствий таких процессов по пятибалльной шкале даже я оцениваю на три балла, что для моих подчиненных очень-очень похвально. Продолжение следует...